Весной 1942 года германские истребительные части начали перевооружение на новые BF-109. Основными отличиями F-4 от F-2 являются новый двигатель DB-601E, носовая пушка MG-151-20 и винт, лопасти которого стали шире, также усилили защиту пилота. Летом 1941 года модернизировали воздухозаборный карбюратор F-4, сделав его совместимым с тропическим воздушным фильтром. Прототип BF-109F-4 Троп, имевший ряд конструктивных особенностей, поднялся в воздух в конце июня-начале июля 1941 года, а в августе началось его уже серийное производство. BF-109F-4 представлял собой пик развития Мессершмитта. Его маневренность в сочетании со скоростью были лучшими в линейке Мессершмиттов. Но многие пилоты требовали усилить вооружение и на самолет устанавливали гондолу с пушками MG-151-20. Хотя дополнительное вооружение повысило огневую мощь самолета и его боевые возможности в варианте штурмовика или перехватчика, но отрицательно повлияли на устойчивость и управляемость машины из-за увеличения лобового сопротивления и массы. Самолет приобрел тенденцию к раскручиванию, снизились его возможности ведения воздушного боя против истребителей противника. На самолете установлен 12-цилиндровый двигатель перевернутой схемы DB-601E. Он отличался от предшественника двигателя DB-601N в основном конструкцией головок блоков цилиндров. Имененная форма камеры сгорания позволила использовать топливо B-4 с более низким октановым числом 87. Мощность моторов 1350 л.с. удалось увеличить путем форсирования двигателя по частоте вращения вала. Двигатель имеет три режима. Номинальный при 2300 оборотов в минуту и 1.15 АТА, который можно использовать в неограниченное время. Боевой 2500 оборотов и 1.3 АТА, который можно использовать не более 30 минут. И чрезвычайный режим, который позволяет на 2700 оборотах при 1.42 АТА летать без повреждения двигателя только 1 минуту. Давайте подробно разберем режимы и как лучше их использовать. Если вы будете лететь на боевом режиме 25 минут, например, то при включении чрезвычайного режима временные рамки выхода из строя двигателя не изменяются. Это означает, что если у вас много топлива и вам его не жалко, то вы можете лететь до цели и набирать высоту на боевом режиме. Затем вести бой, используя чрезвычайный режим. А после боя, конечно же, нужно дать двигателю восстановиться на продолжительном режиме. Неисправность двигателя в игре рандомная. То есть вы можете пролететь на режиме 1.42 АТА и 2700 оборотах 1 минуту 20 секунд, обычно это время поломки, а можете пролететь 2 минуты и более. Когда я тестировал, доходило до 2 минут 30 секунд. Но смысла лететь долго на таком режиме с такими оборотами просто нет. Да, скорость набрать в начале вы сможете быстрее. Также максимальная скорость увеличится на 5-7 км в час, чем при режиме 1.42 АТА и 2500 оборотов. Но зачем тратить лимиты за каких-то 7 км? Ведь нам не нужны они, а нам нужен только разгон и набор высоты. А это долгий процесс, и здесь нужно экономить лимит времени до повреждения двигателя. Ведь если вы будете летать на 1.42 АТА и 2500 оборотов, то лимит увеличится практически вдвое. Когда вы видите, что опасности нет, то не используйте 1.42 АТА. Это чрезвычайный режим для чрезвычайных ситуаций. Даже на боевом режиме вы сможете уйти в климпе от любого противника. Если вы видите, что противник не отстает и дистанция не увеличивается, значит у него намного меньше топлива, чем у вас. Просто доведите вашу скорость до 270 км в час, увеличив укол подъема. Встаньте в горизонт и на 1.42 АТА с оборотами 2500 разгонитесь секунд 10, не более. Затем поставьте боевой режим 1.3 АТА и вы быстро разорвете дистанцию. Управление винтомоторной группой максимально автоматизировано. Фактически для изменения тяги двигателя используется только рут. Обороты винта, качество топливо-воздушной смеси, передаточное число нагнетателя и температура масла и воды не требуют ручного регулирования в полете. Кроме автоматического управления створками водорадиаторов, имеется возможность при необходимости регулировать положение створок водорадиаторов вручную. В зимнее время лучше переключать радиаторы на ручное управление, так как автомат закрывает заслонки и выдерживает температуру в 100 градусов, что приводит к быстрому перегреву двигателя в самом начале боя. Лучше открыть зимой радиаторы на 10-15% и выдерживать температуру в 85 градусов, имея запас перед боем. Самолет имеет вручной механический привод уборки и выпуска закрылков, поэтому перед посадкой выпуск закрылков следует осуществлять заблаговременно. Угол выпуска закрылков можно контролировать по меткам на левом закрылке. Закрылки можно выпустить на любой угол до 40 градусов. На самолете установлены автоматические предкрылки, они позволяют несколько увеличить критический угол атаки и сделать выход на режим сваления более мягким. На самолете нет треймеров, есть управляемый вручную переставной стабилизатор, которым можно уменьшать усилия на ручке в полете или в пикировании устанавливать так, чтобы для удержания самолета приходилось немного отдавать ручку управления от себя. Самолет оснащен топливомером, который показывает общий остаток топлива. Также есть сигнальная лампа аварийного остатка топлива 80 литров. Самолет имеет раздельное управление гидравлическими тормозами левого и правого колес шасси. Торможение каждого колеса осуществляется нажатием на верхнюю часть соответствующей педали. Свободно ориентируемое хвостовое колесо может быть застоплено в положении по полету при помощи рычага в кабине летчика. Колесо необходимо застопы при продолжительном рулении по прямой, а также перед взлетом и посадкой. Для уменьшения разворачивающего момента самолета воздушным потоком от винта при рулении по земле следует переключаться в ручной режим управления шагом винта и устанавливать винт на минимальный шаг. Конструкция самолета не позволяет осуществлять полет с открытым фонарем кабины. Фонарь необходимо закрывать перед взлетом. Также есть система аварийного сброса фонаря двумя частями для покидания летчиком самолета в полете. Прицел имеет сдвижной фильтр. Вооружение самолета состоит из носовой 20-мм пушки МГ-151-20, которая имеет 200 снарядов и скорострельность 700 выстрелов в минуту. Также установлены два пулемета МГ-17 калибра 7,92 мм, которые имеют 500 патронов на ствол и скорострельность 1200 выстрелов в минуту. Пулеметы синхронизированы. В качестве модификации можно подвесить на крылья гондолы с пушками МГ-151-15 и МГ-151-20, которые имеют по 135 снарядов и скорострельность у них 700 выстрелов в минуту. Бомбовое вооружение состоит из четырех 55-килограммовых осколочно-фугасных авиабомб СЦ-50 и СЦ-250. Система управления бомбодержателем позволяет сбрасывать бомбы только по одной. Я уже вам рассказывал, как нужно действовать при повреждении двигателя, но, возможно, кто-то не смотрел урок или забыл. Напомню, когда у вас появляется в техночате надпись «Повреждение двигателя», лучше сразу уходить домой, выставив следующее значение в управлении двигателем. Сразу убираем тягу до 0,9 АТА, максимально затяжеляем винт и закрываем радиаторы до 5%. Если стрелка тахометра еще не дергается, или дергается очень слабо, то летим на таком режиме 0,9 АТА. Как только начнет дергаться значительно сильнее, убавляем надув до 0,8 АТА. Один раз я пролетел на таком режиме почти 9 квадратов, вернувшись на аэродром. Об этом чудо-режиме вы должны всегда помнить и применять его по необходимости. Предельная скорость пикирования составляет 850 км в час. Как и на всех самолетах, предельную скорость можно завышать примерно на 20 км в час. Главное не работать элеронами, а то они могут подлетать. Также хочу заметить, что в пикировании, если не прибирать тягу, то обороты могут превысить предельно допустимые, что приведет к неисправности двигателя. Поэтому не превышайте 2700 оборотов, так как в пикировании большие обороты ни к чему. Теперь давайте проверим, насколько ручное управление дает преимущество и дает ли оно вообще. Проведем тест. Один самолет будет идти на 1,42 АТА и 2700 оборотов, а другой на 1,42 АТА и 2500 оборотов. Кто будет выше до поломки двигателя и на сколько выше. Сейчас мы это проверим. Сначала я иду секунд 10 на оборотах 2700, а затем выставляю 2500. 109 на автомате начинает постепенно, но незначительно увеличивать отрыв. Очень медленно, но увеличивает. Посмотрите на прибор надува. На высоте 1400 метров надув начинает уменьшаться, вследствие чего автомат получает преимущество и начинает намного быстрее разрывать дистанцию. На высоте около 3500 метров F4 на автомате получает повреждения двигателя, а F4 на ручнике повреждения не имеет и может лететь дальше. Но при этом F4 на автомате оказался метров на 400-3400 выше и расстояние было метров 700-800. Выигрыш незначительный и то, потому что F4 на ручнике имел меньше надув. А теперь давайте проверим с одинаковым постоянным надувом в горизонтальном полете. Все тесты проходят с полными баками и начальной скоростью 300 км в час. Первые 10 секунд F4 будет использовать 1.42 отта и 2.700 оборотов. Затем обороты уменьшаются до 2.5. Радиаторы в этом тесте авто. По команде мы даем полную тягу и я выжидаю секунд 10 и переключаюсь на ручное управление, выставляя обороты 2.500. Вначале дистанция не изменяется, но затем очень медленно F4 на автомате начинает уходить. Это происходит настолько медленно, что сразу приводит к мысли о преимуществе ручного управления. Ведь если бы мы летели на автомате на оборотах 2.500, то мы бы проиграли на много большей дистанции, чем на ручном управлении. Поэтому вывод очевиден. Ручное управление дает преимущество перед автоматом, так как автомат дает лишь коротковременное преимущество на полном надуве и не может противостоять ручному управлению при уменьшении надува, имея одинаковые обороты. А если выставить на автомате те же обороты 2.500, то дистанция будет намного больше, чем в этих тестах. Автомат осенью разгоняется до 545 км в час. На ручном управлении мы разгонимся до 540 км в час. А если мы выставим на автомате те же обороты 2.500, что на ручном, то скорость составит всего 522 км в час. Разница 18 км в час против 5. Понимаете разницу? Управлять двигателем вручную выгодно и интересно, но не все могут это делать в бою. Поэтому для всех, кто летает на автомате, я даю совет. Для получения большей мощности двигателя в бою выставляйте надув 1.35 АТА. Вы получите обороты 2.600 и 6-8 минут времени до повреждения двигателя. Этого вам должно хватить для победы. Но не нужно постоянно держать такой надув, если ситуация уже стала лучше в бою. Конечно, лучше уменьшить надув. Если вы убегаете, то на 1.35 АТА ваша скорость осенью будет 533-535 км в час с закрытыми радиаторами на 10%. Вести бой с Як-1 на 1.3 АТА сложно, так как мало мощности. Поэтому используйте 1.35 АТА. А сейчас давайте приступим к тестам. Мы проверим Ф4 против Ла-5 и Як-1 Б, чтобы максимально знать способности Ф4. Итак, первый тест. В этом тесте мы посмотрим, кто лучше разгоняется. Як-1 Б или Ф4. Уравниваем скорости, расстояние 100 метров и по команде даем полную тягу. Как и следовало ожидать, Ф4 вырывается вперед и на всем протяжении полета увеличивает разрыв. Можно сказать, что в любой момент боя Ф4 может уйти от Яка, если возникнет опасность. Главное, найти подходящий момент для выхода из боя. Следующий тест покажет, что лучше набирает высоту на скорости 300 км в час. Здесь тоже все очевидно, так как Ф4 имеет скороподъемность выше, чем у Яка, и он с легкостью уходит, не оставляя шансов Як-1 Б. Я не стал делать тесты на мелкий климп, так как я уже вам говорил, что все советские самолеты проигрывают мелкий климп даже Фоке-Вульфу 190. Следующий тест покажет нам, как Ф4 отрывается от Яка в пикировании и насколько вертикальный маневр может улучшить ситуацию, когда Яка на 6. С 3000 метров начинаем пикирование и разгоняемся до скорости 720 км в час. После чего плавно уходим на вертикаль. Как видите, Ф4 разгоняется в пикировании лучше и увеличивает отрыв до 600 метров. Это очень большое расстояние, и Ф4 находится в безопасности. Но если вы пойдете на вертикаль, то это будет плохая идея, так как Як-1 вас достанет и расстреляет в зависшем состоянии. Каким образом Як достает Ф4 в вертикальном маневре, мне непонятно. Ведь во всех мемуарах наши летчики писали, что мессера уходили на вертикальный маневр, и мы не могли их достать. Теперь давайте потестируем Ла-5. Первый тест будет на разгон и скорость. Вначале Ф4 начинает отрываться, но потом, когда скорость превышает 500 км в час, он начинает терять преимущество, и Ла-5 догоняет и опережает его. Так и должно быть. Ведь Ф4 имеет максимальную скорость 540 км в час на ручнике, а Ла-5 имеет 545 км в час. Именно поэтому я вам всегда и говорю, что на мессершмитте никогда не убегайте в горизонте, и не давайте Ла-5 разгоняться. Но многие думают, что убегут, и поэтому их сбивают. Следующий тест на скороподъемность. На скорости 300 км в час набираем высоту и уверенно увеличиваем отрыв от Ла-5, так как у Ф4 скороподъемность выше и у Ла-5 шансов нет. Если вы видите, что Ла-5 не отстает, значит у нее топлива меньше. Просто увеличьте угол подъема, снизив скорость до 270 км в час, и встаньте в горизонт. Вы быстро разорвете дистанцию, но гасить скорость до 270 км в час не нужно быстро. Это должно происходить постепенно и растянуто, так как Ла-5 очень хорошо выскакивает наверх, поэтому не нужно давать ей пользоваться своими преимуществами. И третий тест на разгон в пикировании и вертикальный маневр. Хоть у Ла-5 и притупленный нос, он не так сильно уступает пикированию Ф4. Всего 400 метров получается отрыв. Тут сразу можно сделать вывод, что от Ла-5 уйти на скорости сложно, и нужно отказываться от тактики скоростного боя, так как вертикальный маневр у Ла-5 ничем не хуже, чем у Ф4, и Ла-5 очень хорошо выскакивает наверх, что вы и можете наблюдать сейчас в этом видео. Старайтесь избегать вертикальных маневров, когда Ла-5 ближе 500 метров и скорости ваши равны. Давайте подведем итоги тестов. Ф4 разгоняется лучше и имеет скорость выше, чем Як-1Б. Также набирает лучше высоту у Ф4, но он проигрывает вертикальный маневр. Ла-5 имеет скорость лучше, хуже разгоняется, а вертикальный маневр не уступает и в четвертом. Исходя из этих данных, можно построить тактику ведения боя с этими самолетами. Если вести бой против Яка, то нельзя ходить с ним в петлях, тем более, если вы не умеете их выполнять. То же самое относится к пилоту Яка. Не нужно идти на петлю Нестерова, если не умеешь ее делать. Ведь многие из вас летают долгие годы, а в петлях стоять не умеют, и тренироваться такие старые верпилы не хотят. Завязываться с Яком в маневренный бой на малых скоростях нельзя. Это можно делать только, если вы в большинстве и вас прикрывают, или вы видите, что пилот Яка неопытный, и вы уверены, что собьете его. Помните, что завязываясь с Яком или И-16, опытный пилот легко сможет вас перекрутить и сделать точный выстрел в догонку, когда вы побежите. Яка и И-16 это самые опасные противники. Ну а что касается Ла-5, то в опытных руках это опасный самолет, но он ничего не сможет сделать против опытного пилота на F-4. От Ла-5 в горизонте не убежать, поэтому если хотите оторваться, то это возможно сделать только набирая высоту. Не забывайте, что скороподъемность это преимущество, которое достигается продолжительным промежутком времени. Если вы думаете, что имея лучшую скороподъемность, вы свечки улетите от противника, который у вас на 6-300 метрах, например, то вы ошибаетесь. Это не так. Длительный набор высоты даст вам преимущество и позволит уйти от противника. При этом скорость набора высоты не должна резко падать. Все должно быть плавно и продолжительное время. Вести бой на любом самолете нужно по ситуации, с использованием преимущества его самолета. У F-4 много преимуществ. Он быстрый, маневренный, скороподъемный, с хорошим вооружением. Эти качества дают ему максимальные возможности при ведении боя с любым противником. Как воевать с разными противниками, мы будем разбирать в уроках ведения боя на Мессершмите 109, первую часть которого вы уже видели. А на этом у меня все. Я прощаюсь с вами. Увидимся в следующем уроке. Пока.